Ребята, всех наступившим в 2024 году! Все замерзло, все по-общейте мучаемся с решетками. Уже сегодня 8 января и мы приступаем к работе. Долго в этом году сидеть не пришлось, поэтому работать будем. Сейчас у нас уже подготовительные процессы к рейсу, так как начало этого года было снежным и морозным. Чистим лед. Что, поработав немного на базе, подготовившись к выезду, заправились, взяли с собой цепи, потому что погода, сами видели, какая. В этом году снег немножко запоздал буквально на день, но уже 1-2 января засыпало все снегом. Как я пошутил, в сторисах говорю, Дед Мороз проходил просто белорусско-польскую границу, поэтому немножко задержался из-за больших очередей на границе. Сейчас направляемся на загрузку, будем грузиться сырьем для изготовления от блю, так называемый мощник. И в этот раз я поеду не как всегда с этим мощником ездил на Германию, а на Боснюю Герцеговину. Первый раз туда еду, ребята, поэтому надеюсь, что вам будет так же интересно, как и мне. На самом деле, часто ребята спрашивают, пишут, с кем общаюсь, уже достаточно долгое время, почему не снимаю видосы, почему ничего не делаю. Скажу правду, когда ездил, допустим, на Каденции, то направления, маршруты всегда были более разнообразные. Ездил по разным местам, разные были загрузки, выгрузки, было как-то более интересно, наверное, интереснее было снимать все это. Сейчас же здесь, допустим, работа более такая стабильная, более загрузки однообразные, поэтому не хочется вам одно и то же снять, как вот, допустим, один знакомый парень, если тоже как бы давно снимает на Ютубе, ему часто комментарии пишут, задрал ты типа со своими дними тем же все одни и те же маршруты, туда-обратно едешь, ну, то есть всегда смотришь одно и то же. И, как правило, у людей, которые занимаются подобным, ну, как, допустим, у меня это хобби, кто-то занимается профессионально, появляется такое, как, знаете, творческое голодание, когда тебе просто нечего снимать, ты не знаешь, что тебе снимать. Ну, и пропадает интерес как-то, да и, блин, бывает, работа затягивает очень сильно. У меня, допустим, в последнее время очень, скажем так, напряженный график был, особенно перед Новым годом. Хотелось успеть махануть рейсов побольше, потому что было неизвестно, сколько будем стоять после Нового года. Ну, в этом году прям получилось все крайне быстро, то есть буквально там отгуляли, там, Новый год. И уже вчера даже было Рождество, ну, как бы пришлось его встречать не дома, а уже по пути на работу. Ну, в этот раз у меня будет, получается, еще плюс одна страна в копилочку, потому что в Боснии я ни разу не был, интересно будет посмотреть там. Надеялся я, что будет там тепло, потому что водители наши, поляки, ездили сейчас в Боснии, говорят, было плюс 16. Плюс 16, думаю, о, нормально, тут как раз минус 11, там плюс 16 четко будет. Ну, хрена с два, посмотрел прогноз погоды, минус 2, минус 3. А учитывая то, что в Боснии, скажем так, находится близенько, скажем так, к морю, то очень холодно будет, там влажность высокая, смотрел практически сколько там написано было, что 87% влажности было при минус 3, это будет прям конкретика, ребят. Вот еще один минус работы на тенте, все замерзло, попробую, называется, что-то открой. Все по очереди мучаемся с трещотками, не можем открыть них на конкретика. Ну что, ребята, ситуация такова, что вот загрузили, получается, через крышу все биг-баги, ну, кроме передних, конечно, вот, и теперь это все дело надо как-то увязать. Ребят, снимать особо не получится ничего, потому что очень холодно на улице, минус где-то 15 сейчас и минус 20. Телефон моментально просто разряжается, поэтому оставлю зарядку и буду работать. Ребят, короче, наконец-то загрузился, благо мне даже повезло, что документы отдали сегодня, так что вылетаем, у нас едет в общей сложности три машины туда, так что поем колонной. Let's go! Так, ребята, всем доброе утро. Короче, приехали вчера четыре с половиной часа по темноте, сильно не стали извращаться, потому что, по сути дела, общее время начало заканчиваться, так как мы стартовали с базы. Стоим 11 часов, так как девятку делать абсолютно нет смысла никакого, приедем, ну, не доедем сегодня до места, в любом случае никак, поэтому стоим 11, отдыхаем нормально, завтра уже будем на границе. Я думаю, может, не знаю, куда сегодня доедем, может, сегодня у кого-нибудь под границу. Дотолкаемся в Боснискую, как бы, то есть, ну, едем, получается, там, в Хорватии, на Каранахстане. Короче, куда-то едем. Сейчас пойдем, сходим в душик. Благо, здесь партнер такой, скажем так, обустроенный, получается, есть возможность с водителем сходить, перенять душ бесплатно. Вот вам и сервис. Часто вы видите в Европе, чтобы душ был бесплатный для водителей. В Польше теперь делают часто, кстати, в паркинге. Обычные дикусы, не просто заправка какая-то. Вот, и есть душ для водителей бесплатный, абсолютно. Так, вводная процедура окончена, и у нас еще осталось даже 5 минут времени. За это время мы сможем приготовить себе обед. Как это сделать, покажу прямо сейчас. Ребята, вот эта мультиварочка, у кого нет такой штуки, я рекомендую приобрести, потому что это очень сильно облегчит вашу жизнь в трассе. Утречком себе закинули, загрузили мультиварочку перед выездом по-быстренькому, и поехали, встали на 45-ку, поели горячего, поехали дальше. Ё-моё, не тратите время. Я просто как комода... У меня просто чаще всего, я когда приезжал на 45-ку становился, мне уже как-то, знаете, как будто и есть, не хотелось, хотелось поспать. А так я за 45-ку успеваю и покушать, и еще вздремнуть по этому тема. Правда, решил особо не заморачиваться сегодня, потому что, честно, трудно было проснуться, хотелось поспать. Поэтому гречка, солька, перчик, колбаска, добавляем чуть водички, и все, и красота, будет вкусненько. Вот, что называется, привет, первые морозы. Минус 15, ну, ну, правда, под утро даже было минус 21, и уже вот ретард чуть подмерзнул. Заехали, закинули денежку на телефоны. Вон, еще видите, тоже скамеечка, похоже. У меня такого, тут 450-й комплектация, чуть пожирнее. Стеклопакеты, все дела, кожаный салон. Да, фиг, червоный. Червоный, да, червоный тент. Итак, у нас сегодня первая остановка, пит-стоп. Стоим в 45-ку на границе Польши и Словакии. Вот, совместили это все с оформлением прибора. Взяли словацкий прибор, МИТО. Вот, ну, и уже доставим в 45-ку и полетим дальше. По сути дела, он нам нужен только для того, чтобы проехать в Словакию, потому что на выезде мы уже его будем сдавать. Ну, это такая процедура всегда. Я как-то уже в своем видео в прошлом, когда ездил на выгрузку в Словакию, это вам рассказывал, показывал, все. Поэтому, в принципе, процедура оформления. Решил, что не стоит повторяться. Так, до места нам осталось, получается, 840 километров. Маршрут у нас лежит через Будапешт. Потом поедем, свернем на Хорватию. И уже с Хорватией будем заходить на Боснию. В Боснии у нас вроде должна быть растаможка на границе. Вроде как, говорит наш коллега, который уже бывал тут. Как вот бесят вот такие вот бараны, если честно. Ну, по-другому назвать не могу. Специально оставляют здесь так вот канал, чтобы все могли выезжать с паркинга. Один приехал, затолкался перед нами задницей и стал вот прям супер прям, да, можно проехать. И так, пролетели, получается, мы Словакию. Встали приборы. И уже включила, получается, новый прибор шейловский, который идет на 12 стран в данный момент. И он мне сразу не работал, потому что это его буквально первый запуск. И он должен был только заработать на территории Венгрии. Но косяк весь в том, что когда вот его первый старт происходит, ты не можешь никак проверить настройку его, сколько у тебя стоит там осей и так далее. Но потом все ли там правильно настроено. И я заезжаю в Венгрию, у меня ба-бам, пишет две оси. Я, ё-моё, я пофигу прям на аварийку. Он посредине автобана стал на этот, на обочину. А прибор тупит, короче. Думаю, что я еще нахожусь в движении и не дает мне изменить настройки. Пишет, дружище, за рулем этого делать нельзя. Короче, я немножко поковырялся, пара манипуляций, настроил количество осей. И все, едем дальше. Так, нам осталось, получается, 400 километров до хорватской границы. На времени у нас 4.46, да и с 10-м часом. Потихоньку подкармемся к Будапешту. Вряд ли, конечно, мы доедем... Ну, то, что вряд ли мы не доедем уже сегодня до хорватской границы. Поэтому нам придется где-то искать себе место в Венгрии для ночлега. А в Венгрии тоже не всегда удается найти нормальный паркинг, освещенный. И так, чтобы еще, в принципе, места были. Поэтому, ну, придется немножко намудохаться. Что, мы уже в Хорватии. На границе Хорватии проезжаем через Весы, щит, номера и окей. И все, летим дальше. Осталось нам буквально там 200 с чем-то километров до места. Еще предстоит Баснинская граница. Отметит дозволы. Растаможится и полетели. Дорожка, конечно, супер узкая, блин. С грузовиками разминаться очень некомфортно. Вот, смотрите. Еще жезем. Пошел. Такое ощущение, что где-то едешь не в Хорватии, не в Европе, а где-то в России, блин. Где-то в глубинке такая дорога разваленная вся, узкая какая-то. Так, подъезжаем к первому пункту оплаты дорог в Хорватии. Вот, сейчас посмотрим, чем можно оплачивать. Вообще, говорит, либо банковской, либо кэшем. Но решили проверить, может, можно как-то оплатить какой-то отопленной картой. Сейчас узнаем все, посмотрим. Маленькая ремарка. Получается, на первое дают такой чек. В принципе, как в Польше на двойке. И уже потом при съезде вы вставляете, вам считают, сколько вы там поехали. И выставляют счет. Это мы только узнаем уже на следующем пути от платежки. Либо на съезде, сколько нам будут начислены. И чем мы можем оплатить. Хотелось бы, конечно, чтобы это была отопленная карта. Блин, чтобы с мелочевкой этой, не мудохаться. Было бы, конечно, добегаточкой. Ну, вот, не хватало нам еще, конечно, тут для полного счастья тумана. Вместо обещанного потепления, блядь. Чем дальше, тем холоднее. Сами слышите, да? Вот, даже минус 8. А когда выезжали из базы, шелгорелл, хлопаки! Террас поляцы были там. В Боснии было плюс 16. О, вот те ваши плюс 16. Для справки, получается, проехал платежку в Хорватии, оплатил дороги. За дороги можно оплатить либо банковской картой, либо наличкой. Как сказал на окошке, виза, матер-карт! Никаких топливных карт не проходит этот номер, никаких топливных карт не используется здесь. Поэтому будьте готовы, чтобы у вас была либо наличка, либо банковская карточка. Потихоньку подкрадываемся от границ уже Сербии, Боснии и Хорватии. Но, блин, настолько все вообще интересно, но ни хера не понятно вообще. Но мы, походу, уже в Боснии. Или нет, или да. Непонятно, конечно, честно говоря, на самом деле. На кольце встал, наверное, хуевый вариант, да? Не, я сейчас поеду, уже отъезжает он. Ну, вот мы и приехали, получается, на границу. Такая, как в Африке, блядь. Вот, наконец-то, приехали на границу. Серьезно? А, епта. Тут опять весовой контроль. И уже пойдем, что там смотреть дальше. Так, прошли весовой контроль, сейчас пойдем в экспедицию. Растомаживаться или что там делать, какие-то документы, блядь. Честно, один раз, говорит, ехал, пошел сначала в экспедицию, оформился, а потом поехал к таможенникам, на него накричали. Второй раз, поехал сразу к таможенникам, они опять на него накричали. Говорили, как это правильно, хрен его знает. Короче, идем сначала... Куда он не знает хорватский, да? Идем сначала, короче, в экспедицию. Так, у нас была сейчас не растаможка, мы оформились, получается, к таможенникам. Потом подъехали сюда уже по штатам, правда, все смотрят, не очень удобно снимать, поэтому не показывал. Короче, подъезжайте, машину ставите, идете. А я его заполнил. Идем к таможеннику, потом в полиция пограничная, и все, и едешь. А, заезжаем в Боснию. Такой мост прям суровый. Блин, первый раз Сережа в Боснии. Боснии и герцоговина. Так, подготовьте заранее дозвол. И за дороги, вроде как говорят, платить ничего не надо. Босния и герцоговина. Добро пожаловать. Вилен Данг. Отворено с нуля до 24. Ну, подъехали к Босницам. Все очень интересно, но ничего не понятно. Так что, можно сказать, я тут сам как на экскурсии. И что мне вам тут рассказать? Очень, конечно, интересная граница. А, блин, тоже интересно тут все происходит. Полиция по факту выполняет, получается, и функцию пограничной службы. Вот, и, короче, даю документы. Дозвол. Я говорю, пожалуйста. А они, получается, уже, ну, типа, закончились. Они на 2023 год. Но они еще действуют до 31 января. Вот, и, короче, он такой на меня, говорит, пошел что-то с моим дозволом, короче, забрал его, ушел куда-то в другое помещение. Приходит, говорит, все, говорит, не поедешь. Я, говорит, чего-то не поеду. Он такой, дозвол, все. Я говорю, в смысле, все. Я говорю, до 31 января, на, 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 все. Давай, говорит, типа. И такой, терегит, паспорт, паспорт такой, типа, короче. Визу покажи, там, штампы смотрит. Короче, ну, тянет время. То есть, давай понять, что, как бы, блядь, дай мне что-нибудь, чтобы все было нормально, поедешь, все окей будет. Вот жулики. Так, после прохождения паспортного контроля еще следующей окошкой подъезжаем к таможеннику. И там оформляемся. Потом выезжаем. Вот площадочка. И вот вагончики, там, видите, стоят. Это вот экспедиция, там, экспедиции. И, конечно, выглядит все такое себе, блин, все такое страшненькое, все такое, какое-то добитое, доломанное, что, ну, прям чувствуется здесь уровень такой пониже, скажем так, в жизни, если сравнивать с остальной Европой. Тут, ну, прям, печально все. Сейчас подожду ребят остальных и вместе пойдем уже отдаться. Кто что говорит, кто-то говорит, что надо якобы туда на территории заезжать. Там растамаживаться величем. Я тут устал здесь на паркинге. Попробую сходить без заезда. Вот там калитка тем более есть. Пока ребята наши там оформляются еще, попробую уже сам сходить. Пробью фишку. Да, как говорится, моя кнопка. Сказал, говорит, пиздец, тут все унылое. Короче, ничего не прокатило. Надо заезжать на территорию паркинга. Там дают такой цетлик. С этим цетликом приходишь в экспедицию, там и отдаешь. Как-то тебя растамаживают. Не приканало. Пока растамаживают, зачем надо покушать? Что это за нас? Среди момента. Хрен поймешь, хрен разберешь. Шашлыки точно есть. Ну, добро. Что за большим этот раз? Короче, сделали заказ в кафешке. Вообще ничего не понятно. Есть переводчик, чтобы найти, короче. Порция горит. Мешаное мясо, получается. Выходило 7 евро. Я говорю, вот, мешаное мясо. Он говорит, не-не-не, не бери. Ну, это сам местный магазин есть, который бармен говорит, не бери, потому что ты не съешь. Компорт вся очень большая. Говорит, вот, возьми за 5. Это почти то же самое, типа, там, нормально поешь, типа. Короче, взял какой-то, не знаю, что мы, какой-то мини-плата взяли, и салат получилось 6,50. Посмотрим, что у нас получится на 6,50. Ну, и что? Как Юрий Хелл, на свои деньги вполне. Всем приятного аппетита. Али, не культурочный. Вроде приятного аппетита молчат, сидят. Спасибо, заимно. Гляньте, как будто в Россию приехал, а? И вот разберись, когда он в таком положении, российский-то плакали, сербский. На самом деле, вот, еду по Боснии, и хочу сказать то, что настолько, вроде как-то, понятно все, ну, просто капец. Типа, вот, если начинаешь учитываться, и анализируешь какие-то слова, они, как бы, вроде бы, как будто не на русском написаны, да? Но, вот, если, ну, как вот, я белорус, знаю белорусский, русский язык, русский язык, что-то вот, как будто между этим, что-то такое, оно очень похоже, можно догадаться. То есть, ну, ты не знаешь, как правильно ответить, но ты понимаешь примерно, что тебе говорят. Как бы, ну, несложно, несложно. Еще, если какой-то польский добавить, то, в принципе, можно даже и поговорить о чем-то с ними. Это, ну, несложно. Палу. 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 вот приехали еще и боснийская платежка а горели типа бесплатно бесплатно не это просто не ездили по платным дорогам оказывается сейчас куда то что разобраться но попробуем в принципе в боснии все по аналогии как хорватии на одной платежке берете талончик чек да и на выезде уже получается будет как понимаю оплата только пока еще не разобрались чем платить здесь нужно будет наличка также либо же карточка можно какой-то будет топливную ну по факту все увидим узнаем но я думаю скорее все тоже будут наличкой только тут вопрос то что какие-то в них местные деньги марки что-то называется и сможем ли мы евриками оплатить даже кусочек какого-то автобана тут в боснии смотрите строятся дороги оказывается так что не все так плохо тут но тут мы подъехали уже к оплате получается вот берем такой квиточек и нам по нему начисляют сколько нам положено там заплатить ребята короче на оплате дорог в боснии оплата принимается либо кэшем либо также банковской картой принимать евро но принимает только купюры железо не принимает я вот думал сейчас на скреп монет думал сейчас заплачу чтобы не получается чтобы получается приготовьте маленькую купюру потому что до считаю вот копейками именно местная валюта это марки по снизке кстати реально на легковушках я заметила если такие очень вежливые мы ехали получается толпой и на перекрестке нас у нас тростепенно движения но легковушка стала и машина ребята выезжайте все перекрыл движуха нас выпустили мы поехали дальше я я думал как бы ну первую машину выпустил там да ладно вторую выпустил меня уже точнее пускать они хрена он такой тип у маши давай 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 езжай езжай и думали финанси он здорово очень приятно на выгрузку пойдем сейчас узнавать где куда чего заезжает где чего выгружать будем интересное место конечно разобраться дорога конечно не поставил убитая чуть-чуть там-то ехали куда кусочек вроде хорошей дороге потом боли все националка убитая все трясется в машине стараешься аккуратно чтобы довести все так первая машинка наша заехала уже на выгрузку сейчас пойдем быстренько поможем троем выгрузим каждого будет быстрее сложение перчатки забыли сейчас продемонстрируем технологию как снять биг бак дал дальний и кара не дотягивается главные роли и расширку сергей я не тим голосом главные роли и рашек сергей баса и герцогами на 2002 на 4 год и так так и так и но и короче сегодня двоих одного выгрузили двоих нет очень долго выгружают очень много потрачено времени 2 2 2 часа 20 минут выграли одну машину выгрузили до конца рабочего дня осталось 50 минут сказали все давай до завтра поэтому решили прогуляться в магазик и чего-нибудь захотелось нам кебаба ходим по городу ищем кебаб просто так ребята всем привет вчера мы погуляли по городу кебаб не нашли так зашли в магазин купили покушать себе местных продуктов попробовать очень хотелось купили попробовать сыр блин сыр кстати очень прикольный какой-то тип он как творог творог да и он копченый очень классно всякие колбаса очень вкусные здесь очень много живет мусульман поэтому у них тоже говядины просто выбор вот такой вот и такое все вкусное просто и вам не передать словами короче прогулка вчера получилась классно сегодня на сегодняшний день уже меня выгрузили моя машина уже стоит там сейчас будем выгружать юрика пока у них обед вот то как бы увидели что в крыше работе когда потянул кебаб и я такой подхожу спрашиваю типа новую коллега слушай говорят тут кебаб где можно купить ну может там на заправке или где он такой ты хочешь кебаб я говорю да он такой какой хочешь большой там такой сякой утки да все давай щас позвонил что-то заказал короче все давай пару минут сейчас приеду поехал короче музыки бабам я вам скажу в целом вот я не конечно не знаю первый раз в боснии но впечатление от людей вообще просто прекрасно самом деле ни один человек еще здесь не нагрубил не на хранил все достаточно очень таки дружелюбные блин вообще прям класс да видно конечно такое все местами разруха но сами люди конечно очень приятно фу наконец-то короче выгрузились вот выезжаем уже едем сейчас на хровать короче мостом был вот и 395 по высоте но машина просто наша проезжал поэтому я уже спокойно поехал туда короче юрика видел знак блядь говорит 395 куда ты едешь слабок все нормально короче сейчас едем на хорватию извиняюсь за внешний вид от шапки волосы как как турни на хате все короче полетели на хорватию ищем паркинг и ждем дальнейших указаний так связи у нас конечно здесь после него ни хрена благо что на выгрузке хотя бы и был вайфай то ну как бы не очень конечно такое себе хотя не только в помещении вот но после выгрузки созвонились с камилом получили дальнейшего указания списались с родственниками что все хорошо живы здоровы потому что на связи не были со вчерашнего дня ну сейчас едем на хорватию ищем стоянку какой-то и будем ждать уже какую-то загрузку потому что в данный момент пока ничего нет на выгрузку мы ехали получать через город через тобой или добык правильно называется честно ребят не знаю вот потому что там немножко дорожка получше может даже посмотрим симпатичные пейзажи попадутся нам на пути и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня на выезд тут небольшая даже очередь имеется и грузовиков и легковых. Чуть-чуть придется постоять. Заехали тут, взяли чуть-чуть пивка местного. Ну как местное, но не боснийское, а сербское. Хотя здесь получается при границе, где мы проходим границу, это считается как какая-то сербская республика на территории Боснии. Хрен поймешь. Честно говоря, может я что-то не понимаю. Это какое-то административное территориальное устройство Боснии. Но суть в том, что якобы, короче, типа это какая-то сербская республика здесь. И вот товаров очень много сербских. От того и получается. И всю дорогу здесь, вот в этом районе везде сербские флаги. И мы такие удивлялись, да нифига себе, ни одного боснийского флага нет. А вот сербских куча. А вот уже где мы выгружались в луковации, то там уже были боснийские флаги. Вот и покидают территории Боснии. Босния пока. Еще увидимся. Реально, на самом деле, ребята, остались впечатления Боснии в плане людей, только самые приятные. Да, где-то местами разруха, где-то все не такое приятное, может как бы. Но пейзажи красивые, люди приятные. Даже, блин, выезжая сейчас, полицейский все оформил, посмотрел. Такой, о, белорус такой, о, Лукашенко. Вот. И, короче, такой, типа, ну, пошел, посмотрел прицеп и говорит такой, я говорю, ну, до свидания. Он такой, а как бы по-боснийски? По-боснийски до видения, до видения. Так, ну, а это уже мы на хорватской стороне. Прошли изначально на весах полицейский контроль. Там поставили штамп, паспорт, проверили все, провели прицеп и сейчас ждем еще в таможню. Ну, как бы мы пустые, поэтому у нас тут, в принципе, ничего такого-то серьезного нет. Посмотрели, посмотрели и поехали дальше. Короче, как прошли границу, позвонили Камилу и уточнили ей, что нужно делать дальше, куда едем вообще, хотя бы в какую сторону. То, если она говорит, дуйте, ребята, в сторону Загреба, а там уже будем видеть. Ну, я так понимаю, сегодня нам уже никакой загрузки не перепадет, поэтому доедем до Загреба, нашли там парковочку. Как раз два часа в ходу и уже станем там на девяточку. Дай бог, будут места, все будет нормально. Ну, хотелось бы просто, чтобы был куда-то туалет, в любом случае. А там у нас заправочка, туалет был 100%, так что нормально. Нормальный вариант для себя нашли, едем туда. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Короче, выехали мы тогда в Хорватию, встали, не доезжая с Загреба, по указанию шефа, и стали ждать загрузку. В пятницу нам ничего не дали, выходные, как сами понимаете, тоже ничего не дали. И вот уже понедельник, понедельник, без 10.03. И по местному времени только вот буду стартовать. В общей сложности я стоял 92 с половиной часа, блин, даже больше. Но ничего не поделаешь, как бы, бывают сложные моменты в работе. Как говорится, понимаете, что после Нового года с загрузками действительно все еще, как бы, скажем так, плавающе сложно. А из этих, с этой стороны, так тем более, тяжело что-то вырвать нормальное стоящее. Поэтому пришлось, короче, посидеть, подождать. Благо оплата у нас суточная, поэтому не так, не так обидно. Ребят, расскажу, короче, еще один прикол, который случился сейчас с моим товарищем, с которым мы вместе стоялись, выходные. Короче, поехал, ему дали первому загрузку. Ну, вот, полетел он грузиться в Словению. И с чем весь прикол связан? Короче, проблема связана с оплатой в хорватских дорогах. Тут система, так как я говорил ранее, заезжаете на автобан, берете тикет, вот такого, вот он, так вот он выглядит, получается, да. Берете тикет на съезде, тикет вставляете, вам рассчитывают, сколько вы проехали, и, соответственно, выставляют счет. Вы оплачиваете либо наличкой, либо карточкой. Суть в чем? Лупанули за дороги столько, чтобы голова зашаталась, короче, по итогу. Сейчас он поехал, вот второй кусок, получается, отсюда до Загреба, ему лупанули 118 евро. Суть в чем? В правилах типа указано, что если вы потеряли квиток, то есть приехали на пункт оплаты без этого квитка, билетика, либо он поврежден как-то у вас, и так далее, то вам насчитают, там вроде как сказано в правилах, двойную стоимость самого длинного участка к этому пункту оплаты. То есть, короче, по максималке лупят в двойном размере, вот. Ну и ему считанули, короче, там 118 евро. Суть в чем? Тикет абсолютно нормальный. Сейчас еду я, то есть через пару часов еду я, посмотрим, что у меня будет. Буду качать, наверное, пробовать что-то, потому что ни хрена себе здравствуйте, такую сумму выставляют, ни хера. Это вообще типа, ну, тем более я вам сейчас покажу на камеру, то есть, ну вот, тикет, он вполне ровный, не помятый, ничем не залитый, все хорошо с ним. Ну, посмотрим, что будет там. Итак, подъезжаем как раз к пункту оплаты дорог, сейчас будем смотреть, что она вот тут насчитает. Так, левее, получается, уходит у кого есть прибор оплаты, хорватский дорог, потом правее следующие ряды. Ну, если начинаем слева, то сначала приборы, потом карты кредитные и самоправы уже будут кэшом оплачивать. Блядь, какой-то хаос, тут один из одного ряда, что переезжают туда-сюда, вон легковушка встала посредине, короче. Дурдом, конечно, конкретный. Почему? Какая-то 2022va? Это ребята. Почему это ее ребята? Шамот и здесь в Загреб. Нет. Потому что было 24-х, 24-х more. Какогоام shrink. короче ребятки суть такова насчитали мне 118 его как вы видели и я спросил в чем проблема почему такая стоимость получается эта карточка которую ты вижаешь она действует сутки если ты если ты сутки похерел то получается тебе начислять как будто ты без карточки сюда приехал соответственно начисляют сто восемнадцать евро это пиздец какой-то так мы заехали в словению и не забываем что нужно отбить страну то что мы были заехали в словению там наши словения словения вам делаем все это естественно на молоточках обращаем это внимание ребят ну и что он стал ехай ехай коллега справа пропускаем поехали где тут у нас выезд какой ах красивая станет если кто не в курсе то оплата дорог в словении производится по прибору дарс гол и он также может быть настроен в режимах по плате припай либо постпай припает предоплата то есть как вы выложите деньги на прибор и катаетесь либо постпает уже по факт только доставлять за счет по фирму шари видушки всем добрейшего утречка добрался вчера до загрузки в словении это правда немножко с приключением потому что нашел сначала адрес google как бы хайно проливал адрес бьешь один андрес тебе показывают совершенно другой почему-то ну другую контору там вроде как там посидел по мониторе поискал разобрался приехал туда да все казалось что правильно приехал ну думал что уже искали самих на паркинг все я думаю супер на паркинг оставляю здесь только расположился начал вам что-то заявка я загрузка метров пятьсотом чуть назад нужно вернуться все будет затолкать там можно стоять нужно ночевать видит ну туалета нет ну а тоже как-нибудь до утра переживем так загрузка будет боковая поэтому не теряя время начинаем расшторивать свою бочинку я объясню эти языковые барьеры конечно пиздец извиняюсь за мой французский короче подошел не разбудил где без него это поняла вот так оказывается надо он мне показывать по правой стороне станет типа я понял вот так оказывается вообще от здания и справа стороны здания стань типа то есть с другой стороны склада короче все здесь якобы материал для изготовления находится там уже готовая продукция сразу по близким начал объяснять ну все загрузка завершена ну закрепить загрузили закрепили за что рились сейчас едем получается на первую точку где были изначально вчера когда приехали вот и там должны нам дать все документы позвонил шефу таможенные документы должны быть сразу на месте бы малышка вымазалась за этот рейс мои блестяшки колеса стали не такие блестящие приехали обратно сюда транспортную компанию сейчас пойдем узнавать что там за документы не забываем свой бракштамп так сходил в офис короче сказали что нужно подождать нужно подождать но благо здесь есть полет душ все как положено я наконец-то с удовольствием приму горячий душ вот такой прикольный вагончик и здесь все удобства поле то душ прям такой нормальный кабинка ну что перевозим себя в порядок когда приехал первый день испугался собаки оказывается не такой он и плохой хочешь покушать покушать пошли дам пошли дам покушать пошли 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 но он такой хороший пришел ко мне сам надо что-то покормить его пошли пошли дам что-нибудь ну чё пэс на ешь пэс так и добротный жирный кабан а гавкал на меня чё-то ну саша съешь реально кабанела такая туман развелся блин красота такая прям снежные снежные горы очень красиво выглядит документы короче меня дали мои дошел коллеги спросить поляк тоже стоит короче решил спросить меня как он ехал сюда чтобы знать точно маршрут потому что я поехал туда темно было вечерочек и бы прошу гнул под знаки все как-то не хочется среди белого дня валить под знаки можно приехать как бы на сотку другую евро поэтому решил уточнить что вот он прикосмотрите что алена мне пока подсказы как ехать короче через горы куда-то пытается вывести оказывается можно все из выход прямочку пункт и в этом в дожамле как он там правильно дожамле выедем на автостраду и поедем на морибор так что коллега подтвердил благо по-польски троху балака коллега поляк подсказал все не тратим час мы уезжаем полетели а а а а так потихоньку подкрадываемся уже к австрии нужно будет проверить ли работает наш прибор новые в австрии если работают то вот этого малыша старенького губок создаем короче конечно же не забываем отбивать точки то что мы уехали в австрию нужно будет открыть скану тут на въезде в австрию контроль такой то ли погранцов то ли военных непонятно смотрят короче выборочно просит прицепы открыть кстати прибор работает все нормально так что-то старый сдаем и меня тормознули проверили пришлось открыть ворота посмотрели все и давай газу и попить заехали на шелку сейчас пойдем пробу сдать под старый бокс так вернули получается гаубокс дали нам вот такой вот чек все базар разведен можно сверли дальше о гиртек отогнала обгонял ее словении на ропсы докатился короче вчера до польши но столкнуться с одной проблемой то что мест свободно просто вообще катастрофически нет и вроде бы как бы я ехал с запасом заехал в польшу все заблаговременно начал искать паркинг чтобы понимали поиски паркинга на по маршруту у меня заняли два часа то есть за час до конца моего рабочего времени и час после то есть у меня получилась переработка на час это просто жесть да конечно сделал распечатку сделал соответствующие записи в ней вот ну блин паркинги все завалены и проблема не только в том что загруженности ну самой трассы еще проблема в том что в той области очень много навалило снегу очень много и по факту если бы там где-то стать блин так сбоку припеку не станешь потому что просто завалено все снегом вот места бывало такое что где-то машина стояла но коллег станет на два места один потому что невозможно было по-другому заехать как-то ну и все и вот сейчас переработал надеюсь все будет нормально продукты уже заканчиваются как заканчиваются не закончились вчера вечером я вчера приехал последним до кушевал мяско с хлебушком сегодня уже придется где-то залетать в кафешку до базы стала совсем уже ерунда каких-то там 140 километров сейчас заеду еще продану сорок пяточку покушаю буду двигаться на базу сейчас вопрос о том что что делать дальше крутить паузу на базе или нет либо же сразу побыстренько там слиться лишнее топлива и документы если ничего с ними делать там знаю шефу то буду сразу вылетать на границу потому что иногда времени у меня еще вроде бы достаточно много можно успеющих пройти границу если там нет очереди перегружусь и сделаю да поеду домой наконец-то все-таки рейс затянулся этот очень сильно ну и что ребята что скажете стоит сюда заезжать красота нададим немножко перцу боя любит поперчение приятного аппетита сереже так вот все покушали сорок пяточка думаю что уже вышло теперь осталось нам сделать последний марш бросок до базы кстати барик реально классным заезжай сюда периодически когда где-то уже запасы и заканчивается уже под конец рейса но готовить вообще как бы не вариант не хочется поэтому еще юзайте парня реально вкусно я говорю заезжайте а не сказал куда заезжайте где-то находится это вообще находится как вы из двоечки свяжается вот возле колюшина уже получается такая начинается до границы национал очка под колечко вы оттуда выезжаете и едете не на тересполь туда а по колечку туда едете левой стороне увидите сразу первая стояночка барик там магазинчик есть как бы барик душ туалет все удобства как бы даже если кто-то там вы сами видели огромное ну что ребята прилетел я докатился наконец-то до базы вот и закончилось полторонедельное путешествие остается мне только заполнить отчеты и будем думать что делать дальше ехать сейчас на границу либо же отстаю здесь девяточку и поеду на границу ну во всяком случае уже скажем так я гораздо ближе к дамы чем два дня назад поэтому по традиции пишите ваши комментарии ставьте лайкос и за это отдельного благодарочка это для меня скажем так мотивация что-то делать дальше снимать дальше надеюсь долгое время этот ролик был какой-то для вас немножко информативным все думаю надеюсь понравилось поэтому давайте не теряемся всем пока и